Светлана вышла погулять. Смотрите, какая очередь за хлебом опять. Раньше такой не было. Может, то, что подорожало, всё. Вышла грызу орешки. Люблю я эти орешки. Они же такие полезные. Покажу, какие. Сейчас покажу. Ой, руки замёрзли. Смотрите. Вот эти орешки я кушаю. Руки замёрзли. Холодина страшная. Оделась. Смотрите, что одела я. Ну, видите, что я одела. Две пары спортивных. Шапка. Ну, потом покажу себя. Красавец. Сижу я на набережной. Только села, можно так сказать. Молодая парочка сидит. Девочка как не мёрзнет. Сижу рядом с Мариной. Перчатки даже одела свои. Это я перчатки купила в Стамбуле. Не думала, что мне понадобятся, пригодятся. Сейчас я покажу себя, как я выгляжу. А вот и я, мои дорогие. Да, какой холод. И шапка, и капюшон. И ещё и этот сверху одела. Да, такого холода я не помню в Мерсине, мои дорогие. И, знаете, очень многие люди мёрзнут. Кто-то год назад даже без отопления не включал плитку. А в этот раз, наверное, все подключали. Естественно, за свет пришли такие чеки. И у нас за тот месяц пришёл чек около 600 лир. Около 600 лир. И у нас кондиционер... Сейчас я с утра включаю, днём отключаю, естественно. Но бывает такое, что не отключаю. Голод, короче. И я так посмотрела вчера в Ютубе. У всех одна тема. Холод в Турции, все мёрзнут. И в Инстаграме все мёрзнут. Ну, а что поделать? Мир меняется. Даже вот в Мерсин пришла такая вот. Зима, несмотря на такие красивые пальмы. И вот такие клубочки. Клубочек. У нас просто вам... Клубочки. Друзья мои, хочу с вами поговорить. Немножко пообщаться. Давно мы с вами не общались. Вчера я прочитала сообщения, ваши комментарии. И под моим постом, который я там сижу. Хотя эта фотография была сделана неделю назад, может, 10 дней назад, а может, 2 недели назад. И было, представляете, ещё такое тепло. Ну, и все пришли одеты, как капусты, а потом после йоги нам стало всем так жарко, все пораздевались. И меня сфотографировали так, неожиданно, когда я что-то объясняла девчонкам. О чём бы я хотела бы с вами поговорить? Я хочу выгрузить вам огромную благодарность за ту мотивацию, которую я получила от ваших комментариев. Я просто настолько благодарна вам, что вы заметили во мне изменения. И хотя многие, да, были такие люди, конечно, которые не понимали ни моего марафона, ни то, что я делаю, смеялись над нейроградникой, смеялись над йогой, но с каждым разом многие осознали, что я двигаюсь в правильном направлении, в нужном направлении. Наша йога и наш клуб, то, что вот создано было, разрастается с каждым днём. Завтра придут ещё и ещё. Я уверена, что девочки уходят окрылённые после наших встреч. У них начинают исполняться какие-то желания, меняется жизнь, потому что мы все сюда приехали чужие. И мы открываем для себя новый мир. И когда в этот момент с тобой единомышленники, когда в этот момент тебя сопровождают единомышленники, такие же, как ты, этот путь адаптации пройти очень легко. Ну и так же мы собираемся здесь жить, поэтому это очень хорошая идея, о которой я мечтала долгие годы. И это всё сбилось. 29-го числа у нас 3 месяца нашему клубу. Мы начали 29-го октября. Всё это дело завелось, загудело. И мы планируем с девочками посидеть и расслабиться. Какого-нибудь ресторанчика? Ну, конечно, я предоставлю всеобщему обозрению наш вечер, нашу встречу. Ой, мужчина пошёл там в шортах. Вот это да! Он, наверное, инопланетянин. По сравнению со мной инопланетянин. Так что вот такие вот, друзья, большое вам спасибо, что вам понравилось так, как я танцую, что вы поверили в наши чувства искренние с моим ошкулмом, что вам наконец-то нравится моё видео. Хотя очень много же и критики пошло, да, когда я перестала показывать семью мужа. Но у меня появились новые инсайты, и я хочу, чтобы на моём канале была интересна прежде всего я, Светлана Ата. Ну что, дорогие мои, буду подниматься, и пошла я возвращаться домой в тепло. Покажу вам морешко. Сегодня оно спокойное. Более-менее. Видите, есть, наверное, набережные люди. Вон кошечек кормят там. Велосипедисты катаются. Я считаю, сейчас не докатаешься на велосипедах, такой ветер. Мне кажется, этот месяц такой будет. Потом начнётся весна. Велосипедисты Велосипеды они все забирают. Кстати, надо посмотреть, там есть ли велосипеды. Пошла я, мои дорогие, мои дорогие, предорогие, любимые зрители. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Меня так обрадовало то, что наконец-то наша Мерия взялась за это кафе. Ему, наверное, сто лет. И вот, смотрите, они обгородили всё. И капитальный ремонт будут делать. Может, даже будет сносить даже. Да, смотрите, они сносят что-то новое строят. Да, пора, потому что он действительно был не в лучшем состоянии. И к лету, наверное, здесь что-то построят интересное. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45-ти. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам стопроцентная польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, Ваша Светлана. Нашагала я свои километры. И вот сижу, качаюсь. Вспомнила, это Юги. Юги или Уги? Уги. Господи. Забыла, как называется. Так тепло в них, аж горет. Пожар, пожар ощущаю. Что я могу сказать? Смотрю на Мерсин. На душе так приятно, что я сделала это. Вышла сегодня, несмотря на такой холод. Завтра мы девчонками будем заниматься. Столько велосипедов здесь. смотрю на наши территории. Наш любимый Мерсин. Столько эмоций положителей дает. Как тепло наступит. Еще больше. Прибавится настроение. По дороге, когда выходила, кусочек кекса взяла и орешки погрызла. Позавтракать уже не хочу. Борщ у меня есть с щимой. Еще есть одна порция. Синенькие эти надо доесть. В общем, обед есть. Курица отварная есть. Надо думать, чем сегодня кормить мужа. А, у него же суп есть. Я вчера ему сварю макароны. Пускай кушает макароны. Я сама с удовольствием их поела. Ну что, мои дорогие, пошла я домой. Так красиво смотрятся эти деревья цитрусовые. Мандариновый рай, апельсиновый рай, цитрусовый рай. Не зря говорят, посмотрите вдоль. Столько много плодов в этом году. Из него делают очень вкусное варенье, сказали. Варенье это сахар, Светлана не ест. Вот, смотрите, сколько их. Сколько плодов на каждой ветке. Красота. А вечером я случайно попала на английское сообщество, международное сообщество женщин. Клуб называется Увилл. Пригласила меня моя подписчица из Новосибирска, Ирина. И мне просто было интересно поприсутствовать, что это за клуб такой. Но познакомилась с очень многими девушками из разных стран мира. Они все успешные, богатые, развиваются. Спасибо, Ирина, за ту информацию, которую я получила на этом вебинаре. Будем двигаться дальше с моим клубом лучшей жизни Мерсине. Прямые эфиры с интервью участниц Мерсине. То есть их истории рассказывают это тоже есть. Все-таки подтина сообщество, Ну, конечно. Так, тогда мы сейчас присоединились и к сне. Отлично.